МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Покажем, как КАМАЗ протаранил легковушку на проспекте Ямашево. Я смотрю на светофор здесь, в кругом машине. Она, скажу, что это такое, смотрю машины. И 10 миллионов рублей со страховых компаний. Незаконно. После инсценировки ДТП они обращались в страховую компанию с заявлением о наступлении страхового случая. Вахитовский суд Казани вынес приговор так называемым автоподставщикам. Это и не только. Прямо сейчас. Четыре автомобиля столкнулись на пересечении улицы Аделикуту и проспекта Альберта Камалеева. В результате аварии машина разбросала едва ли не по всей проезжей части. Узнав о том, что одним из водителей была беременная девушка, участники происшествия тут же вызвали скорую помощь. Подробности в материале Альбина Менебаевой. Первым делом после столкновения водители поинтересовали самочувствием всех участников аварии. Узнав, что за рулем Мазды находилась беременная девушка, они вызвали бригаду медиков. Она не пострадала, она просто беременна, поэтому вызвали скорую. Ее осмотрели, давление померили, все нормально. О том, как произошла авария, было как минимум две версии. Водитель Митсубиси рассказал, что двигался в одном направлении с Тойотой. В какой-то момент соседняя машина начала перестраиваться на его полосу, после чего и начался дорожный хаос. Слева у меня зажал, я ушел, связать начал с поребрикой, меня заносят, я ударяю перед ним идущую машину, перед двигающей машиной ударяется в Мерседес. Водитель Тойоты от комментариев отказался, как и от признания своей вины. Молодой человек заявил, что даже не успел перестроиться. В доказательство своей правоты готов предоставить сотрудникам ГИБДД съемки с видеорегистратора. Альбина Минебаева, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Чуть позже на том же проспекте столкнулись еще два автомобиля. Как и в предыдущем случае, ни один из автомобилистов не торопился признавать свою вину, перекладывая ее друг на друга. Деу Некси ударила Деу Джентра, в результате чего последний автомобиль оказался на встречной полосе. О том, как так произошло, попыталась выяснить Алина Бережная. Двигались в одну сторону. Этот факт, пожалуй, был единственным, с чем согласились оба водителя. Дальше изгадно произошедшие расходятся. Водитель Некси заявляет, что двигался по своей полосе, пока не увидел Джентру. Она только-только завершила поворот. Учитывая, что ее скорость оставляла желать лучшего, владелец узбекской на марке решил пойти на опережение. Но тут же пожалел. Он по средней полосе ехал. Я, получается, за ним тоже по средней полосе ехал. Он медленно ехал, я перестраивался, и он резко со средней полосы. Он не интересен? Ну, не посмотрел зеркало. Молодой человек считает, что водитель Джентра не только начал поворот со среднего ряда, но и пытался пересечь двойную сплошную, что категорически запрещено правилами дорожного движения. Впрочем, соглашаться с этим второй участник аварии не спешил, и мужчина все отрицал. Вы поворачивали налево или прямо ехали? Мы прямо ехали. То есть вы не поворачивали никуда? И свою ногу не признаете? Учитывая характер повреждений и расположение автомобиля после столкновения, водителю Джентра, вероятно, будет весьма проблематично доказать свою невиновность. Каминобережная, Ратназипов, Константин Бушуев, вызов 112. Сегодня днем на проспекте Ямашево столкнулись КамАЗ и Киэрио. В результате столкновения машины оказались прямо перпендикулярно друг другу. Точки зрения произошедшего оказались абсолютно противоположными. Обе выслушала Альбина Солгораева. Я ее никак не вижу. Я посмотрю, как шел, так шел я. Несмотря на то, что у КамАЗа повреждений не оказалось, водитель большегрузы был явно очень расстроен. Виной тому обвинение водителя Киэрио. Женщина за рулем иномарки доказывала автоинспекторам, что грузовик ее подрезал, в результате чего легковушку занесло, и она попала прямо под него. С такой версией событий мужчина был не согласен и утверждал, если бы он подрезал иномарку, то ее бы отбросило в сторону, а не под колеса. Я бы по своей полосе ехал, да. Я ее даже вообще не заметил. Вот сейчас правая сторона, ради видно мне. Я смотрю на светофор, здесь кругом машины идут. Она бы скажет, что это такое, смотрю машины. В жарком споре точку мог бы поставить видеорегистратор, который находился в легковушке, но по техническим причинам посмотреть ничего так и не удалось. Решать проблемы на месте происшествия остались и обе стороны конфликта, и автоинспекторы. Альбина Слагараева, Алла Рыкова, Азат Самигулин, ВЗ-112. Смертельная авария произошла в Черемшанском районе. Около 10 часов вечера на 28-м километре трассы Кузакин-Нурлат столкнулись Шкода и грузовик МАЗ. От удара легковушку буквально разорвало на части. Ее водитель, 61-летний мужчина, скончался на месте. Предположительно, столкновение произошло из-за того, что Шкода вылетела на встречную полосу. Неосторожность при курении стала причиной смерти. Трагедия произошла в селе Поповка Бавлинского района. Там ночью загорелась квартира. На место прибыли работники экстренных служб. Пожарным удалось спасти 28-летнего хозяина. С ожогами лица, рук и спины его госпитализировали. В ходе тушения нашли тело 61-летнего мужчины. По предварительной версии, он приехал в гости. Пожарные дознаватели установили причину пожара. Огонь вспыхнул из-за тлеющей сигареты. В Ахитовском суде вынесли приговор трем бывшим сотрудникам отдела полиции Епеева и отдела уголовного розыска по Казани. По версии следствия, трое оперативников пытались инсценировать куплю-продажу пистолета-пулемета. Для этого дела угрозами привлекли своего знакомого, который должен был продать оружие своему товарищу. Впоследствии хотели всех задержать и отчитаться об успешной операции. Делалось это для того, чтобы улучшить показатели работы отдела. Но все пошло не по сценарию. На скамье подсудимых бывшие полицейские оказались сами. Мужчина, который должен был выступить в роли избытчика, сообщил о планируемом спектакле ФСБ. Все дальнейшее происходило под контролем спецслужб. Бывших сотрудников суд приговорил к уголовному наказанию с испытательным сроком. Одному назначил полтора года с испытательным сроком на один год, двум остальным по два с половиной года условно с испытательным сроком в два года. Приговор в законную силу еще не вступил. Взыскали со страховых компаний больше 10 миллионов рублей. Как доказали следователи, незаконно. Сегодня Вахитовский суд Казани вынес приговор группе лиц, обвинявшихся в мошенничестве в области автострахования. Их по-другому называют автоподставщиками. Алла Рыкова о схеме обмана и наказания назначенным судом. Эта история началась несколько лет назад. Тогда братья Сергеевы приобрели автомобиль марки BMW X6. По версии следствия, дорогостоящее авто было ключевой частью преступной схемы и куплено было специально для нее. Эту машину застраховали и инсценировали с ней дорожно-транспортные происшествия. Дальше все официально. Вызывали сотрудников автоинспекции, оформляли документы, фиксировали повреждения. Как гласит уголовное дело, за участие в инсценировке третьим лицам платили. Как правило, сумма не превышала нескольких тысяч рублей. После инсценировки ДТП они обращались в страховую компанию с заявлением о наступлении страхового случая и прикладывали к заявлению копии административного материала по факту ДТП, введя тем самым страховую компанию в заблуждение. В продолжение своего преступного умысла обращались в суды города Казани с исковыми заявлениями о взыскании со страховых компаний страхового возмещения в счет погашения ущерба от якобы произошедших ДТП. При этом скрывали реальные обстоятельства произошедшего, тем самым вводили суд в заблуждение. Добившись выплат, которые иногда исчислялись миллионами рублей, мужчины ремонтировали автомобиль гораздо дешевле. Немалая разница оседала в их карманах. Затем все повторялось снова, все с теми же третьими лицами. В итоге на скамье подсудимых оказалось пять человек. При определении подсудимым вида и меры наказания судом учтены характер и степени общественной опасности совершенных преступлений, данные личности виновных, обстоятельства, смягчающие и отягчающие, наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных. Таким образом, братья Сергеевы получили каждый по три года условно с испытательным сроком на три года. Трое остальных подсудимых также получили условные сроки, но были освобождены от назначенного наказания по амнистии в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Алла Рыкова, Затси Мигулин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 8-98-69-112-112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин